Девушки отдыхают 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 Я в анкете скрыл Я в разведку хотел И сюда меня отправили из-под расстрела Вернусь и меня снова к стенке поставят Это судьба Но это же абсурд Вы не виноваты Что старший лейтенант попал в плен Вы и так сделали все, что смогли Я вообще считаю, что Товарища Джугашвили нельзя было посылать на фронт Должен быть специальный закон Должен быть специальный закон, запрещающий детям Высших руководителей страны воевать Так что вы здесь, ни при чем Как бы тебя самому пулю не получить Вместе со мной Почему вы вообще решили, что она где-то здесь? Она должна быть Аня, смотри, что нет Кажется, рация Следи за ней Есть? Превосходно Превосходно Ну и как вы собираетесь ее забрать? Вокруг одни немцы Аня У тебя план Какой? Ты способен выучить немецкую фразу за пять минут Здесь все, что тебе нужно Добрый день, господин офицер Не желаете перекусить? Это подарок Добро пожаловать, девушка Смотри, Гюнтер Нам даже и не придется таскаться на местные танцульки Чтобы кого-то закадрить Они приходят сами Как в Париже Добро пожаловать Добро пожаловать Уже три минуты Не получилось Черт Молчи Даже она делась Добро пожаловать 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 состоянии выяснить пока не представляется возможным лаврова корнеев и заместитель старшего лейтенанта джигашвили лопатин пробиваются за линию фронта остальная группа погибла значит сын верховного главнокомандующего у немцев немцы молчат если бы они знали кто у них в плену они бы растрезвонили об этом на весь мир я бы сделал именно так новость о пленении сына товарища сталина равносильно панике и в или они его убили не знаю кто он значит так новость о пленении якобы должна быть строго застегречена здесь в штабе за сохранность информации отвечаете лично вы 10 любая утечка расстрел лаврова передайте она должна ликвидировать своих спутников и сама перейти линии фронта она нам нужно вы хотите ответить за пленение якобы дрынов я готов нести ответственность любую минуту товарищ генерал верю верю ответить если нужно будет но главную долю ответственности должны взять на себя исполнители то есть лаврова я вас понял а она выполнит приказ о ликвидации лаврова проверенный сотрудник я даже представить себе не могу чтобы она не выполнила приказ все выполнять слушаюсь товарищ генерал и 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 Не хотим. Есть. Молодец. Нам приказано переходить линию фронта. И все? Все. Уходим. Мы в июне из разведки шли, и мальчика подобрали в развалинах. Худой, кожа до кости. У него родители погибли во время бомбежки. Взяли к себе в окоп. А куда его делать? Мы в окружении были. Воды не было четверо суток. А он пить просил, хоть маленькую ложечку молял. Я за водой пополз термосом на водокачку. А когда обратно полз, немцы огонь открыли. Тащили меня, ребята, обратно в окоп. А термос пробитый весь. Семь пуль в нем. И воды нет. Я тогда снял с себя гимнастерку. Мокрую. И отдал ее пацану. И он ее высосал. И что с ним было потом? Умер. Воды не было еще пятеро суток. И он не мог выдержать. Умер прямо на наших глазах. А я теперь все время пить хочу. А я еще задолго до войны хотел уволиться из армии. Хотел пойти учиться на филолога. Хотел изучать русский фольклор. А зачем? Что зачем? А зачем я всего этого хотел, я не понимаю. Я вообще не понимаю всей своей жизни до войны. Хотел жениться, сына родить. Путешествовать. А теперь, когда вокруг этот ад, все мне кажется бессмысленным. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Заходим. Интересно, сколько осталось до линии фронта? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы не идем за линию фронта. То есть как? Я получила радиограмму от руководства. Мне приказано ликвидировать вас обоих. А самой возвращаться к своим. Что за бред? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Корнеев! Ты, наверное, уже догадался? Почему? Они не хотят, чтобы информация о пленении Якова дошла до фронта. Их можно понять. Можно. Всех можно понять. И тебя можно понять. Особенно, когда ты выстрелишь мне в голову. Или в затылок. Вас любят, когда в затылок. Я не буду выполнять этот приказ. Ну и помочь вам здесь. Я тоже не смогу. Что предлагаешь? Я предлагаю уходить в Польшу. Всем троим. Я знаю там людей, которые могут предоставить новые документы. И убежище. Это надежные люди. Я работала вместе с ними. Выполняла задания НКВД. Но эти люди НКВД нас не выдадут. Отсидимся там. Потом пойдем дальше. В Европу. Да? А что дальше? Кто же знает, что будет потом. Аня, Аня. С огнем играешь. Ты хочешь, чтобы я выполнила приказ? Оружие. Верни. Корнеев. Ты мне не веришь? Верю. А ты мне? Верю. Оружие положи. Только если что, я стреляю быстрее. В Польшу не пойду. Немцы мою землю топчут. А я буду в Польше отсиживаться. Не буду. Я надеюсь, ты понимаешь, Корнеев, что война может и закончиться. А вот приказ в отношении тебя не изменится никогда. Останешься в СССР, всю жизнь придется скрываться и жить под чужой фамилией. Пусть. Буду воевать один в ТЛО. А там... Хорошо. Я могу... Я могу вернуться одна. Сказать, что вы ликвидированы. в таком случае они вас искать не будут. Вернешься. Тебя сделают крайней. Выкручусь. Прощайте, Анна. Прощайте. Прощай. Горнеев, подожди. Горнеев, одно твое слово, и я стану с тобой. на всю жизнь. Нет. Почему? Ты помнишь раненого Хлебникова, которому ты шею свернула? Вот тебе мой ответ. Я выполняла приказ. Не было такого приказа убить Хлебникова. Был приказ спасти Якова. Был приказ о сохранении военной тайны. Хлебников мог выдать. Аня, не все приказы нужно исполнять. Я это уже понимаю. Ты знаешь, всегда есть выбор. Спасти или уничтожить. И даже если тебе отдали приказ, и кажется, выбора нет, он есть. Всегда можно спасти. Всегда. Даже если придется умереть. Ты хороший боец. Спасибо тебе за все. Прощай. Корнеев! Что будем делать? Воевать будем. Убивать немецких офицеров. Да хоть помрем с пользой. То же самое говорил тот несчастный контуженный политрук, которого вы убили. И он прав. Жаль, умер глупо. Вы умрете так же. Послушайте, Корнеев, вы идете не воевать. Вы идете убивать. Вы так настроены. Я это чувствую. От вас за километр несет трупным смрадом. Не говори чушь. Я не иду с вами дальше. Я возвращаюсь за линию фронта. Я должен рассказать, что случилось с батареей. Семьи бойцов должны знать. Они умерли, как герои. И мне все равно, расстреляют меня или нет. Кто такая? Через линию фронта к нам ползла по минному полю. Я не знаю, как ее не убило. Говорит, чтобы ее в особое отдел отвели. Говорит, что она сержант Красной Армии. Отведи, пусть разбираются. Есть. Андреев, Юсупов, Черняев. Пацан, пацан, ты откуда? Что случилось? Почему плачешь? Немцы. А? Смотри, наши. А ты говоришь, немцы. Ганс, это была прекрасная идея опробовать трофейный танк. Да, здорово. господи. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой. Ты кто? Свой. Кто? Имя, звание? Лейтенант Корнеев. Выхожу из окружения. Подойди. Посмотри, что там. Плохо. Сядь рядом. Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Стой! Ты кто? Свой. Кто? Имя, звание? Лейтенант Корнеев, выхожу из окружения. Подойди. Посмотри, что там. Плохо. Сад рядом. Мне поговорить хочется. Может быть ты последний человек, с которым я разговариваю. Мне очень больно. Корнеев. Поговори со мной. Ты что, ранен, нет? Да идешь до наших, до линии фронта. Встанешь в строй, будешь воевать. Я не могу вернуться. Я не дезертирую, но вернуться не могу. Всяко бывает. А ты, ты вцепись в эту жизнь. Вцепись. И держись за нее. Как, как бы плохо не было. Да. Застрели меня. Мне очень больно, Корнеев. Я не хочу умирать. Боли. Бог даст, будешь жить. Терпи. Ладно. А тебе, Корнеев, я запрещаю умирать. Слышишь? Запрещаю. Я старше по званию. Просьба у меня к тебе будет, Корнеев. город Челябинск. Улица Разина, семнадцать. Квартира восемь. Там живет? Моя жена, Лариса Погодина. Увидишь ее, как дойдешь до наших. Повстречаешься с ней, скажешь, что видел меня. Обещаешь? Обещаю. Вот и хорошо. А сейчас? Отвернись. Пожалуйста. Отвернись. Отвернись. В ДВИЧ. 40, terrain проехать по расе один километр без приключений это уже достижение которое заслуживает железного креста мы будем готовы продолжать движение через 10 минут господин генерал надеюсь мне нужна рюмка коньяка волочкова все готово капитан бауэр выехал туда вчера утром я связистами чтобы подготовить все для вашей ставки не дурить убер лейтенант руки вверх не стреляйте пожалуйста не стреляйте ваше имя и воинское звание обер лейтенант штауп куда вы направлялись я фельдегер я везу секретные документы в лачкова что там находится ставка генерала фон арнима командующего группы войск вы должны передать ему пакет лично в руки по инструкции лично в руки или оставить у его адъютанта кензи ема с кто-нибудь знает в лицо в ставке фон арнима нет я был переброшен сюда из варшавы три дня тому назад вы убьете меня на въезде в ставку есть по стиль альфа но мало вайзе обычно есть этот и папе я на посту всегда проверяют документы если проезжает офицер если едет офицер то могут и не проверить вы убьете меня что что товарищ полковник оперуполномоченный особого отдела резалин провожу допрос арестованной лавровой как ведет себя арестованная арестованная требует чтобы я связался с москвой и сообщил ее отцу комиссару нквд лаврову а ее аресте требует просит товарищ полковник вину признает отрицает эпизода намеренного саботажа при поиске товарища джугашвили не признает даже частично когда я уйду товарищ резалин то объясните арестованной что органам достоверно известно все а именно приказ о саботировании поисков старшего лейтенанта джугашвили был получен ей от командующего армией и именно такие сведения мы рассчитываем от нее получить вам ясно а насчет папы арестованы то объясните ей где может оказаться ее папа в ближайшее время вы меня поняли так точно продолжайте допрос слушать ты поняла где может оказаться твой отец если не дашь правильные показания добрый обод добрый вечер господин лейтенант добрый вечер господин лейтенант Я обер-лейтенант Штауб. Везу пакет для генерала фон Арнима. В городе есть врач? Меня обстреляли по дороге. Какие-то русские. Видимо, пытаются выйти из окружения. В городе расквартирован военный госпиталь, обер-лейтенант. Вы сможете доехать сами? Думаю, да. Пропустите. Кто это был? Курьер с пакетом для ставки. Странно. Два дня назад пришла инструкция, что курьеры передвигаются только сопровождающим. Он был ранен, господин капитан. Говорит, какие-то русские обстреляли его по дороге. Как его фамилия? Обер-лейтенант Штауб. Штауб? Да. Ганн Штауб? Мы же служили вместе в Баварии. Это он? Не могу знать, господин капитан. Но диалект у него кажется берлинский. Если это он, он проспорил мне два ящика шнапса. Это была веселая история. Я найду его. Время. Время. Можно сказать? Посинки. Вы можете оказать мне медицинскую помощь, доктор? Я был обстрелен при подъезде к городу, плечо задето. Пройдите в перевязочный, обер-лейтенант. Я осмотрю вас. Уля прошла на вылет. Чуть правее, и это был бы конец. Благодарю вас, доктор. Я должен обработать рану. Будет немного больно. В голове шумит? Да. Откуда вы родом, обер-лейтенант? Из Берлина. У вас есть семья? Моя невеста ждет окончания войны. Мы отложили свадьбу. Как ее зовут? Вы меня слышите, обер-лейтенант? Да. Да. Как вы себя чувствуете? Как долго я был без сознания? Около часа. У доктора Штейнглица сейчас по расписанию операции. Он подойдет к вам, когда закончен. Я говорил что-нибудь? Нет, господин обер-лейтенант. Где мой портфель? Я отнесла его в кабинет доктора Штейнглица. Вам нельзя вставать. Вам необходимо лежать. Принесите портфель, пожалуйста. Я должен прибыть в штаб. Я выполню свою миссию и вернусь к вам, если это будет необходимо. Но доктор Штейнглиц категорически... Послушайте, сестра, это приказ. Субтитры сделал DimaTorzok Опер-лейтенант Штау, срочно генералу. Опер-лейтенант Штау, у меня пакет для генерала фон Арнима. Откуда? Из штаба 4-й танковой армии. Приказано передать лично в руки. Минуту. Генерал не сможет сейчас принять вас. Оставьте пакет у меня под роспись. Не имею права. У меня инструкция. Только лично в руки. Не валяйте дурака, Опер-лейтенант. Я адъютант командующего. Вы оставите пакет у меня. А через 20 минут он попадет на стол генералу. Прошу прощения, капитан. Но я обязан соблюдать свои инструкции. Если надо, я подожду в приемной 20 минут. Но пакет вручу генералу лично. Черт возьми, Штау. Вы не нужны мне в приемной. Здесь и так постоянная толкучка. Оставьте ваш пакет мне и возвращайтесь к своим танкистам. Говорю же вам, я не имею на это права. Капитан Циммерман. Я ищу огур лейтенанта Штауба. Он не был здесь? Там много раненых. Срочно вызовите врача. Генерал ранен. Вызовите врача. Быстро. Позвоните в госпиталь. Расступитесь, ему нужен воздух. Это был диверсант в форме лейтенанта. Перекройте все выезды из города. Останавливайте всех офицеров, пытающихся покинуть город. Немедленно. Итак, вы приказали сержанту Лавровой не торопиться с поиском товарища Джугашвили. По сути, вы предложили ей саботировать приказ Москвы? У нас есть показания Лавровой. Вот. Посмотрите. Или Лаврова нам врет. Что скажете, товарищ Лаврова? Вы сказали органам неправду? Меня били. Что? Что? Что вы сказали? Я обманула органы. Из меня выбили показания против товарища командующего. Что же? Вы хотите обвинить вашего следователя в жестоком обращении с вами? А если это клевета? Встать! Сука! Товарищ полковник! На проводе товарищ Мехлес. Из Москвы. Слушаю вас, товарищ Мехлес. Что? Понял. Есть товарищ Мехлес. Ваши документы, пожалуйста. Не волнуйся, пап. Ведь все закончилось хорошо. Во всем разобрались. Свободили. А почему ты сюда приехал? В командировку? В командировку. Дано распоряжение. Следствие прекратить. А как я этого добился? Тебе знать не обязательно. Понятно. А как маму? Мама в эвакуации. Ташкент. Я не уезжала, тебя ждала. Как же ты теперь там один? Почему один? Принято решение о твоей отправке в Москву. В Главное управление НКВД. Я не собираюсь отсиживаться при штабе, пока идет война. Я знаю, что штаб формирует террористические группы для уничтожения высшего немецкого командного состава. Я прошу отправить меня в составе такой группы. В Белоруссию. Да я все понимаю. Ну, могу я тебя попросить хотя бы об одном? Конечно, папа. Я тебя слушаю. Нет, не буду просить. Наверное, хотел сказать, будь осторожна, дочка. Нет, в общем-то, я серьезно. Понимаешь, Анечка? Героизм, он ведь не в том, чтобы... Я понимаю, папа. Героизм заключается не в том, чтобы героически погибнуть, а чтобы быть эффективной машиной по уничтожению врага. Научил. Да. У меня был хороший учитель. Папа, а могу ли я к тебе обратиться с просьбой? Я слушаю, дочь. В начале войны органами НКВД был арестован некий советский дипломат по фамилии Корнеев. Дальнейшая судьба его неизвестна. Интересно, не мог ли ты выяснить, что с ним и действительно ли обоснованы причины его ареста? Я могу спросить, зачем? Меня попросил об этом один человек. Вылезать в такого рода дела небезопасно. Ты не можешь этого сделать? Или не хочешь? Ну? Хорошо. Я начинаю понимать, что ты ищешь в Белоруссии. Спасибо. Мы разыскиваем русского диверсанта, который прекрасно владеет немецким языком. Он может быть одет в форму офицера немецкой армии. Вам надлежит прочесать каждый сантиметр города и его окрестностей. Не исключено, что у него есть пособники среди местных жителей. Комендант Волочковой сдал приказ, согласно которому специальные патрули имеют право проверять документы и обыскивать всех подозрительных офицеров рейха, невзирая на их звание. Комендант Волочковой 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Катя... Жизнь... А я тоже подумала. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, хорошо. Минут через десять закончим маскировку базы. Да. Что дальше, командир? Витебск. Это километров десяти отсюда. Там нам надо быть на рассвете. Нас там ждет связник. Хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я тетя Рита из Могилева. Она забыла у вас сумочку, когда гостила в июне. Из белой кожи? Да. Она все еще пылится в моем кабинете. Здравствуйте. Проходите. Штаб немцев на улице 1-го мая. Но весь квартал перекрыт патрулями. Ночью патрулей в два раза меньше. Но ночью туда соваться бессмысленно. Всех офицеров развозят по квартирам. Я пытаюсь выяснить, где квартирует комендант города. Но пока без результатов. Надо ждать. Нас также интересуют все высшие офицеры Рейха. Прибывшие в Витебск короткую командировку. У них должно быть что-то вроде офицерской гостиницы. Обслуга там должна вроде как быть из местных. Если такая гостиница есть в городе, нам там нужен свой человек. Хорошо. Хорошо, я попробую. Попробую выяснить. Но вообще... Они тут очень ужесточили охрану своего командования после случая в Волочково. Там какой-то диверсант-одиночка покушался на генерала фон Арнима. Расскажите подробнее. Подробнее я много не знаю. Слышал, что это был человек в форме немецкого офицера. Говорил по-немецки, как они. Прошел сквозь все кордоны в штаб. Там он застрелил адъютанта генерала прямо в его приемной. И еще нескольких человек. Его поймали? Да нет. Вы знаете, самое удивительное, что ему удалось уйти. Немцы тут подняли на ноги весь гарнизон, прочесали весь город прямо до основания. Полицаев подключили. И не нашли. И не нашли. Катя, упрак все. Чистая стена. Так должно быть. и пол. Пол третий. Сильно, сильно. Я хорошо говорить по-русски? Хорошо. Очень хорошо, генерал. Не, не, я не генерал. Я полковник. Катя. Катя. Питер. Питер. Это вкусно. Вкусно. Катя. Нужно учиться о чистоте. Тебе здесь не Россия. Это Европа. Это мыши. Там сено. Они в нем живут. Хорошо. Хорошо. Ну, давай. Черт бы их подрал. Ой, господи. Ой. Ой, ночую в сарай. Прям как свиньи какие-то. Из собственного дома выгнали. Не скули. Скажи спасибо, что живые. Живые? Да. Вот найдут этого лейтенантика на чердаке. И все. Крышка нам. Спаси и сохрани, господи. Ой. Наши перестреляют всех из-за него. Господи, святая Богородица, по-милу. Это чудотворец Николай, господин офицер. Святитель наш. Николай Угодник. Ему молятся, когда желают исцеления от болезни. Ну, а также при других неприятностей, говорят, помогает. Стоять. Стоять. Осторожно, мина. Стоять. Стоять. Х buat. Стоять. А, шайся! Аня, я выяснил, про человека, который покушался на Фунарнима, есть данные, что перед покушением он лечился в немецком госпитале. Он был ранен. И этот человек, либо умер от ран, либо где-то рядом, в Волочково. Он просто не мог далеко уйти. Это Корнеев. Я уверена, он жив. Нам надо найти его. Мы собираемся его искать? Да. Это приказ. У нас другое задание. Я хочу понимать, зачем он нам. Мы сегодня потеряли боевого товарища. А Корнеев стоит всей нашей группы. Поверь мне, я с ним воевала. Нам надо его отыскать и приобщить к нашему делу. Он одиночка. Он одиночка. Это ты знаешь немецкий поэт Гетто? Нет. Ваш поэт Лермонтов его переводил. Вот послушай. Горной вершиной спят в отме ночной. Тихая долина полная свежим клой. Не пылит дорога. Не дрожат листы. Подожди немного. Отдохнешь и ты. Катя, иди спать. Дальше. Дальше. Ты, ты, ты! Да, ты, ты! Я сейчас прижалась к тебе, так спокойно стала, как будто ни войны, ничего нет. А сейчас ты рядом и все равно страшно. Не бойся. Я ж свободен. А что дальше? Рано заживет. Уйдем в лес. Вместе, да? Вместе с мамой и с папой? Обязательно. Что там в деревне? Немцев полно. Квартируют в каждом доме. А у полковника где что? В сельсовете. Охрана есть? Часовые есть. Пару человек. А что еще увидела? Еще возле штаба грузовик с оружием. Уже второй день стоит. Трофейная, наверное. И лагерь на окраине. Что за лагерь? С нашими пленными. Их там человек двести. Смотреть страшно. Все голодные, оборванные. Господи. Спешите. Устанавливаются. Устанавливаются. Что за дуть? И Пойдемте. Отойди. Господин солдат, разрешите, здесь немного. Пожалуйста. Бойте, убирайте. О, защита! А жди стреляй! Вообще стреляй сегодня! Давайте, без справа! Нет, не убирай там! Бойте, без справа! Порядки, без справа! Вот и все, Марат. Катя, Катя, стоп! Катя, почему плакать? Что плохо? Говори, говори, я делаю тебе хорошо. Господин офицер, там русские пленные. Так. Они голодные и больные. Я принесла им еды, а часовой меня не пустил. Да-да, я понимаю. И ты понимаешь, Катя. Война это шестокость. А ты очень добрая девочка. Но твое добро сейчас не надо. Пусть топим признак слабого человека. Для сильного нет добра. Нет зла, есть только цель. Я и не понимаю, господин офицер. Ты очень добрая и глупый человек, Катя. Хорошо. Я не должен, но я буду отдавать приказ, чтобы тебя пустили кормить твоих солдат. За здоровье. Пусть. Пусть. За наше здоровье. Пусть. Пейте. Давай-давай. О-о-о-о. Крут. Ха-ха-ха. Прошу прощения, господин полковник. Я чувствую себя немного неловко. Задним столом со славянами. Это действительно необходимо? Сосредоточьтесь на курице, обер-лейтенант. Она прекрасна. И она, кстати, тоже славянка. Пожалуйста. Пожалуйста. Я чувствую себя как в свинарнике. Будьте снисходительнее, капитан. Эти люди должны понять, что мы пришли сюда как освободители, а не как завоеватели. Мы боремся с коммунистами. Учистить их людей, быть рабами рейха. Вот именно. Раб не сидит за одним столом с хозяином. Зачем морочь им голову? Вы правы и неправы одновременно. Выкажите рабу немного уважения, и он радостно умрет за вас. А я не хочу проблем в доме, где я живу. У нас проблемы с пленными, господин полковник. Они хотят жрать. А из штаба дивизии сообщили, что продовольствие до них не подвезут еще неделю. Расстреляйте их. Больше я ничего не могу придумать. Весь лагерь? Сколько их у вас? По спискам 131 человек. Пулеметчики сделают эту работу за 10 минут. Сегодня? Сегодня пусть ваши люди отдохнут. А завтра сделайте это. Утром. Слушаюсь, господин полковник. Катя, я солдат Катя. Ты знаешь, что это значит? Нет. Есть приказ фюрера. Если немецкому солдату в походе нужна женщина, он ее берет, и никто не говорит нет. Расстрелайся. Нет. Как нет? Немецкому солдату нельзя сказать нет. Нет. Ты хочешь, чтобы я убил твою мутору? Что? Твою маму. Я устал. Слушать нет. Я сказал да. Расстрелайся. Да. Нет. Отпустите меня. Не трогайте. Отпустите. Нет. Мист-стук. Вердавьтесь, мист-стук. Отпустите меня. КОНЕЦ Когда я был маленький, папа взял меня на охоту, в лес, и там он убил Лося И стал свежевать его Я запомнил это, как он сделал с помощью одного ножа Я сейчас заткну вам рот тряпкой и буду срезать с вас кожу Это займет примерно час Когда я ее срежу всю, я выкулю вам глаза Еще пять минут Вам интересно, полковник, что я рассказываю? Да, 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 мне очень интересно все, что вы говорите Но я не сделаю это Если вы позвоните в штаб и прикажете, чтобы к дому подогнали грузовик С трофейным оружием В машине должен быть один шофер Хорошо, я позвоню, да Полковник, если одно слово, вы понимаете Да Алло, Ганс Подгони грузовик с оружием к моему дому Шоферу скажи, что это мой приказ Действуй Катенька Доченька 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 моя Давай, давай! Быстрее! Не оглядывайся! Я не хотел ее убивать! Вы обещали мне! Я ничего не обещал! А что за моей швы¬ю прuousи? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА